Звенит звонок на уроки, ученики начальной школы спешат занять свои новые парты. В Вильновском художественно-техническом лицее произошли глобальные перемены. К прежнему зданию школы пристроили новый корпус на 300 учащихся. Теперь первые, вторые, третьи и четвертые классы отделены от среднего звена. В их распоряжении три этажа, где находятся десятки кабинетов. Свой спортзал из-за студии, кабинета технологии, информатики, музыкальный класс. Планировка этого корпуса очень удачна. Здесь просторные холлы, здесь детям есть чем дышать. Свобода такая получается, ощущение свободы. Это очень важно для маленького человечка, который растет. Мы посчитали, что яркая расцветка кабинетов на перемене детям будет только в помощь. Им надо немножечко расслабиться, даже есть где побегать. Конечно, под присмотром педагогов. Решение о строительстве дополнительного корпуса было принято еще в 2014 году. А основу нового здания заложили в марте 2016-го. Чуть больше года понадобилось, чтобы расширить ВХТЛ. Легче стало не только ученикам, но и преподавателям. Теперь у каждого класса есть свой просторный кабинет. Обучать детей в таких условиях результативнее. Нам здесь уютней, просторней. Созданы все условия для того, чтобы детям было комфортно. Просторные кабинеты, светлые кабинеты, просторные холлы, уютные диваны. Я думаю, что детям здесь и учиться, и находиться приятней. Благодаря пристройке удалось избавиться от второй смены. Все ученики теперь приходят на занятия с утра. Это позволяет высвободить детское время для дополнительного образования, занятий в кружках, спортом. С первой смены мне стало лучше учиться, и больше времени появилось. На дополнительное образование? Да. А чем ты занимаешься в свободное время от учебы? Я рисую картинки разные, с мультиков. Изменения коснулись и системы питания. Общая столовая теперь располагается в новом корпусе. Она оснащена современным оборудованием и достаточным количеством посадочных мест. В помещении старой столовой будет организован гимнастический зал.